всем привет всем здравствуйте сегодня у нас прямой эфир и сегодня будет у нас анималистичный принт но дизайн я буду делать зеленым гель-лаком это очень сложное сочетание вообще зеленый в принципе многие когда смотрят на зеленые гель-лаки которые последние два года стали прям очень актуальны для маникюра раньше это было просто что-то как бы из области фантастики чтобы женщина захотела покрыть ногти зеленым цветом таким классическим травяным зеленым цветом это встречалось очень редко вот но благодаря тренду высокой моды благодаря этому зеленому ботега винета когда это какие-то сабы сандалии кроссовки сумки вот такого вырви глаз классического не неоново зеленого цвета сподвигло на то что можно хотеть еще и зеленые ногти и многие производители том числе и мы не мы не прошли мимо такого зеленого оттенка мы помню выпустили аж два зеленых вот сейчас у нас коллекции бёртов пассаж вышел еще один зеленый вот он чуть чуть более такое я бы не сказала прям насыщенно темный зеленый он больше такая летняя история опять же классический такой травяной зеленого прямо как коробочка потому что зеленого в этом сезоне модных домов оказалось так много что опять я говорю что-то случилось это знаете как зеленый цвет пошел на новый круг потому что чуть-чуть в том году под успокоились зеленым цветом а в этом году в лето его опять очень много даже дом модный валентина этим летом выбрал вот этот вот неординарный зеленый цвет для вечерних платьев это же вообще что-то как бы очень необыкновенно и конечно я сейчас хотела вам показать некоторые новинки напомнить этим они что они есть чтобы вы имели ввиду потому что я же в основном говорю про дизайн и все что с дизайном связано вот и хочется вам чуть-чуть напомнить еще о том что у нас бывают новинки не только для дизайна так смотрите сегодня у нас как раз будет эта история как сделать дизайн для зеленого маникюра потому что многие максимум зеленый рассматривают с точки зрения однотонного покрытия я считаю что это классно сделать просто короткий маникюр зеленый и это будет очень здорово вот а я мы сегодня с вами попробуем сделать это для дизайна так ну что главная новинка которую мне хотелось сегодня показать рассказать поделиться долгожданно это очень классный топ новый это декоративный топ я его делала с условием чтобы не хотелось даже после этого делать какой-либо дизайн чтобы он был самодостаточный если мы посмотрим какой бы мы оттенок не взяли а вот здесь кстати оттенки я взяла из коллекции как раз взял этот пассаж смотрите как здорово эти оттенки смотрятся под этим топом а с градиентом как здорово смотрится вы делаете элементарный градиент и уже в принципе ничего не нужно вот и когда я коллеровал этот топ конечно же я не смогла остановиться я туда добавила разных прикольных плюшек веселых смотрите кстати как на бежевом смотрится тоже круто на бежевом вообще и смотрите чтобы у топа была вот такая концентрация вы должны понимать что нужно сделать определенные телодвижения чтобы получился вот такой красивый аквариумный эффект с топом я вам сейчас покажу как его правильно наносить и так понятно что давайте посмотрим как он вообще выглядит у меня правда уже заканчивается потому что это наверное самый сейчас ходовой продукт что у нас очень много модели обслуживаются вот где я сейчас работаю у нас основном идет тест продуктов и всегда в конце теста мы на чем-то покрываем моделям сейчас ведь вот израсходовали мне весь стоп я вообще не начала рекламировать а уже технологии все израсходовали так ну давайте посмотрим как его правильно наносить например давайте посмотрим на оттенки какого-нибудь нюдовым как он смотрится этот цвет правда для педикюра вот очень красивый кстати оттенок гель-лака вообще однофазный гель-лак ну не обязательно хочется вам просто показать как на нюдовых оттенках смотрится этот топ и как он классно смотрится на ярких цветах давайте прям возьмем сейчас выкраску обязательно сделаем с таким небольшим излишком не делаем такими продирающими движениями а набираем прям хорошее количество чтобы была возможность выровнять поверхность топа но я сейчас тоненько конечно наношу я сейчас вам буду показывать более плотный слой как его наносить смотрите как весело получается эти все песчинки они здорово тонут я не буду сейчас всю палитру себе портить ну так вот посмотрите в общем я туда добавила и звездочки там есть и палочки конфетти разного размера это получается красивый светло зеленый светло розовый светло голубой и сиреневый они очень прикольно смотрятся все вместе и так теперь смотрим как правильно наносить смотрите набираете прям такое хорошее количество чтобы тот сделать не с продиранием а с легким выравниванием поэтому мало не набираете поэтому давящие движения не делаете вот если мне нужно например чтобы этих штучек было побольше я всегда вот так беру суши принеси не топ я не могу закончился я беру так в конце в центр накладываю нужное мне количество так распределяю переворачиваю центровая вот как обычно вы топ выравниваете сцентровываете все и эти все декоративные элементы они очень круто тонут внутри они прям проваливаются вовнутрь и получается очень красивый эффект смотрите что получилось очень хорошая выровненная поверхность смотрите видите как хорошо выравнивается и получается прям такой красивый аквариумный эффект вот поэтому если хочется прям вот чтобы это было плотно так видите прям насыщенно это нужно набирать определенное количество и из бутылька это понятно поставьте плюсики если понятно как работать с этим декоративным топом дизайн не предполагается вот для меня это такой уже знаете законченный вариант дизайна и больше ничего не нужно сюда добавлять вот поэтому я стараюсь этот топ наносить не с продирания вот потому что вы должны понимать здесь внутри идут вот такие мелкие средние конфетти если вы будете их наносить с продирания вот эти звездочки палочки они будут тогда выглядеть не очень красиво вот поэтому наносим с легким выравниванием с легким излишком с легким излишком тогда получается круто вот поэтому всем рекомендую именно выравнивать посмотрите как это милашно смотрится у нас даже контент который отсняли для этого топа он настолько вот знаете вот милый посмотрите как на белом смотрится вот в общем вы сможете с этим топом израсходовать все неходовые ваши цвета которые у вас залежались прям сделайте выкраску этих цветов и покройте этим топом и предлагайте клиентам тем самым вы сможете израсходовать неходовые оттенки которые у вас залежались по какой-то причине сделайте выкраску именно с топом baby топ это прям вам такой лайфхак сейчас на ближайший месяц задача израсходовать гель-лаки которыми давно не пользовались например ну более летними оттенками перекрывается их топом baby топ делаете прям вот такую выкраску большую можно знаете в несколько рядов и даете клиентов выбирать не цвет да а даете клиенту выбирать именно уже цвет покрытый топом вот и вы увидите как клиенты которые любят какую-то может быть мелочь изюминку дизайн например не любят полноценный да будут выбирать те цвета гель-лаков которые может в обычное состояние они бы не выбрали так понятно да очень красивый топ что еще у нас нового для мастеров педикюра хорошая новость у нас еще пополнение что возможно кто-то не знает не увидели рекламный контент что на эми шоп на бакбрисе есть вот такие оттенки новые вы знаете что первая коллекция була яркие оттенки летние вот это мы черный гель-лак выпускали сейчас вот вышла вот такая история не удавая плюс красные оттенки у нас есть вот мы сильно не раздуваем эту линейку это однофазные цветные гель-лаки для педикюра не предполагают базу и топ только праймер это специально для того чтобы покрывать ногти глиентом гель-лаком у кого очень толстая ногтевая пластина кто любит закрытую обувь кто любит спорт чтобы не утяжелять и так толстый каркас своего натурального ногтя почти у всех на ногах толстые ногти натуральные это очень классная история обязательно если вы мастер педикюра попробуйте вот такое покрытие база топ не наносится наносится только цвет в два тонких тонких слоя тогда получается прям каркас ну практически очень легкие они получаются поверхность такая резиновая она все равно на ногах хорошо носится понятно что для рук эта история подходит только если вы как цвет это будете использовать база топ обязательно для рук вот а для ног эта история идеально вот имейте ввиду вот такие оттенки у нас давайте я вам покажу быстренько и перейдем дизайну холодный светлый бежевый 14 15 это тоже холодный но больше так увидите в сторону кофе с молоком бы тоже светлый вот такой персиковый но нюдовый видите персиковый но нюдовый конечно же вот такой молочный с легкой розовинкой и пылинкой и вот такой красивый сиреневый только прям база вот хорошая такая база ходовых цветов так ну что а еще знаете что прошлый раз на прошлой неделе у нас зашел разговор на тему того что 304 306 номер очень ходовые цвета что верните из базовый ассортимент вот и я сказала что я подумала потом не уже менеджер говорят вот катя ты забыла что 306 номер это как 445 номер 446 номер это как 304 номер поэтому кто соскучился за этими оттенками я вам рекомендую приобрести 46 и 45 оттенки вот эти цвета это прям я не скажу прям один в один ну практически очень близкого 446 давайте вам сейчас покажу очень плотненький специально на прозрачный сделаю вот он как 306 кайфовый оттенок практически нет разницы и то же самое с 446 я кстати себе уже придумала следующий манитюр и цвет себе выбрала розовый кстати сейчас покажу как у меня розовый будет смотрим 446 да по-моему как раз вот в руках у меня девчонки здесь начали просить этот цвет а я забыла о том что у нас вот эти цвета 446 и 304 тот же видите они у нас настолько близкий что нет смысла 304 повторять делать в ассортимент опять понятно что сейчас после просушки цвет чуть потемнеет но он через часа два-три восстановится но это как у всех история с неонами с розовыми и с красными всегда так и хотела еще напомнить новинки что у нас пленки не все знают что мы сейчас начали выпускать пленки ассортимент пока не сильно большой но в сезон мы все равно пополняем раз в квартал это была предыдущая серия паттернов есть на вал берис и на эми шоп вот а это сейчас текущие новые смотрите очень крутой летний змеиный принт вот в такой яркой истории а потом анималистичный принт тоже ведь не стандартный такой вот сафари а именно яркий с желтым голубым очень круто смотрится и вот такой граффити на ногах офигенно вот имейте ввиду вал берис и эми шоп в наличии тоже есть так ну давайте с вами теперь думать о том как же сделать дизайн зеленым цветом потому что у многих вопрос всегда когда мы смотрим берту в пассаж я уже говорила у нас здесь внутри есть очень классный модный оттенок 472 здесь я вот сколько делал обзор распаковку обязательно посмотрите отмотайте там на несколько недель назад по этой коллекции я проходилась именно по трендам цвета вот и у многих был вопрос почему зеленый вот ну почему вообще столько зеленых то что аж два зеленых в коллекции такого у нас еще не было никогда до что и такое зеленые такое потому что их еще больше на подиуме если мы посмотрим анализ по показам аж 5 оттенков зеленого можно встретить их на самом деле больше но вот который прям часто часто встречаем и их аж 5 вот поэтому имейте зеленый в этом сезоне это прям классно но история с маникюром зеленым однотонным на короткие ногти это хорошо давайте поговорим о как же это будет с дизайном вот когда ты не знаешь чем сочетать зеленый и переживаешь а вдруг это будет по цвету я всегда говорю не ошибетесь если вы возьмете в пару в зеленом белый либо какой-то светло-бежевый бело-бежевый и если например вы возьмете черный это как без проигрышные варианты можно например вместо черного там я не знаю черно графитовый либо коричневый вот там нужно быть уже аккуратно вот а так без проигрышная история это белый и черный вот давайте посмотрим как это может смотреться у нас такой 15 это как раз педикюрная линейка но я здесь буду использовать его как покрытие этот гель-лак так нет не тот не 15 до 14 более белесый и ну и 15 тоже хорошо будет к зеленому белый у кого вообще никакого нет просто возьмите белый вот поэтому когда не знаете с чем делать берите вот такую историю например пол моготочку мы сделаем нюдовым такой вариант и второй вариант давайте сделаем например просто зеленый так а третий вариант юля принеси мне ложечки эти подставки под типсы пожалуйста сейчас а третий вариант мы сделаем с лункой я давно такое в композиции не делала раньше у нас это была очень популярная компоновка давайте мы ее здесь тоже сделаем наполнила точку зеленой да можно пишите кстати у кого эти новинки есть которая показала кто же пленки кто работал пленками у у кого же кстати топ есть кто умудрился уже купить хотя он только-только поступил в продажу так и вариант еще вот такой раньше я помню это было у меня любимое я покрытие только так и делала нижнюю часть так и сделаем через арку как раз этой овальной кисточкой очень удобно ее делать и вверху тоже делаем лунку так и так и я только вариант делала видите наоборот я вам предлагаю сегодня сделать историю с сафари очень необычно для зеленого кайф у нас как раз для этого есть вот такие новые шермикончики здесь тема анималистики смешана снова со словами потому что их никогда много не убираю не бывает в основном вы вообще шермиконы наши покупаете ради как раз вот этих каких-то элементов больше связанных со словами когда вот ты не знаешь что куда добавить для компоновки это прям палочка-выручалочка вот так же мы поработаем вот с этими шермикончиками червячки прикольные они очень хорошо тоже кстати подходят где-то какую-то компоновку добавить эти вот так вот случайными элементами где-то так и так как у нас будет с вами и шермиконы и стемпинг да потому что здесь например если на весь много делать леопарду конечно либо вы рисуете вручную его в принципе несложно рисовать леопард на самом деле вот но быстрее на самом деле сделать стемпинг и поэтому я тоже буду использовать теклас заодно и шермиконы приклею и стемпинг сделаю вот и для того и для того дизайна требуется поверхность от топа резинового а текласа прям каучуковый топ сушим две минуты это обязательно если мы хотим чтобы это все классно приклеилось к резиновой поверхности крылья не поднимала обязательно нужно сушить две минуты так по шермикона надо название вам сказать наверно и номера я посмотрю есть это 248 шермиконы это 248 а это 252 а это 252 их правда уже прям жестко израсходовала я сколько вот делала обзор по шермиконами сразу сказал об этот раз коллекция практически все но настолько базовые удачные всем говорю покупать и сразу там по три по четыре каких-то по пять штук шермикона это вы же понимаете что это только в рамках всегда одного сезона один тираж и допечатывать их не допечатывают если раньше мы еще допечатывали что сейчас тенденция такая ну не выгодно допечатывать а делать лучше вот что касается декорации каждый раз новые вот поэтому если вы видите что какая-то история прям базовая вас много клиентов и такое любите сезона в сезон делать покупать и сразу минимум по пять штук особенно так я щас наверно вот этот найду новый юля слушая вот этот шарли кон червячки есть новый зашибись у нас весь этаж израсходовал все вот эти шермиконы вот их покупать и тогда не пять а десять сразу оля сходишь не за новыми шармиконами не уже работать нечем так ладно поехали стемпинг предлагаю взять это пластина из осени здесь как раз у нас аж два леопарда есть два леопарда и как раз на один ноготочек у меня пойдет стемпинг вот этот шармиком да ну да 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 вот вот прям не везде, а вот некоторые ногти можно будет со стемпингом сделать, прям к зеленому цвету, не знаю, мне так нравится, или, например, зебра, зебр сейчас же тоже очень много, будет тоже круто смотреться, так, зебра, а здесь что, конечно, тянется, здесь сразу тянется что-нибудь сделать, какую-то отбивку в виде слов, хотя осенью вышли классные отбивки, тоненькие, худенькие ленты с текстом, прям многие давно просили, и единственное, блин, я не знаю, вот они остались в наличии или нет, мне кажется, остались, мы тираж их делали большой, это прям ленты отбивочные, но именно узенькие, то, что много лет просили девочки именно узкие выпустить, ну, даже, например, лент нет, берете какие-то словосочетания вытянутые, приклеиваете по границе, и вот уже готовый такой вариант, в конце лучше перекрывать праймом, это у меня теперь новая любовь, я все дизайны закрепляю в основном им, потому что его можно, во-первых, выровнять, это добавить излишек, и где большое количество дизайна, прям налить топ и чуть-чуть сцентровать, чтобы выровнять поверхность, ну и плюс дизайн лучше всего под праймом вносится, потому что это прям пастозный топ, вот пастозный топ, для дизайна я его очень люблю применять, так, здесь я предлагаю, на зелененьком вообще просто взять здесь пятнышки прикольные есть, здесь у них есть и беленькие, на беленьком фоне, можно где-то с зеброчкой сочетание сделать, тоже, видите, тут ходовой тоже уже израсходовали, примут в рамках одного очень хорошо работать, видите, здесь много разных элементов, вы не прибегая к другим шермиконам, в принципе, можете сделать уже готовую композицию, здесь вертикально и давайте там поперек прям просится тоже, уже в принципе готовая композиция, то же самое наносим, правильно, он прям хорошо выравнивает поверхность, особенно большого количества, когда слайдеров, например, когда слайдер на слайдер, потом еще шермикон, вот смотрите, мне сразу принесли эти шермикончики, вот они самые ходовые, вот они у нас закончились сразу, это о чем говорит, если я вижу, что даже мы это израсходовали, я понимаю, что значит и потребители будут точно также расходовать, потому что это сейчас настолько вот популярно, знаете, сделать просто нюдовый маникюр и вот какие-то такие золотые украшения приклеить, все, минимализм для клиентов, которые не любят делать дизайн, и вот такое можно попробовать предложить, очень обожаю эти шермиконы, еще раз, это 248 шермикон, я их очень люблю, например, вот такую штучку, сейчас мы наклеим, чтобы она вверх и вниз попала, но я сейчас только золото, например, беру, они, кстати, очень нежные, тоненькие, поэтому очень снимаем аккуратно, так, как мы сделаем, вот так, наверное, да, вот, здесь я вот так сделала, смотрите, две взяла, одну справа, одну слева, так, здесь также можно где-то применить наш леопардик, сейчас прям хорошо сюда, и вот так, все, и, конечно, что нам нужно, нам нужно какое-нибудь словцо, тоже, видите, все, шермикон заканчивается, уже все заканчивается, так, ну, обычно, вот здесь, когда мы делаем компоновку с луновой, либо вот здесь вот так вот по центру прям клеится, вот, ну, что-то вот сейчас мне не хочется по центру, мне хочется здесь вот только в бок уйти, тоненькое, аккуратное добавить, чтобы немного было, все, и вот прям больше ничего не нужно, какие-то червячки классные, просто на матовой поверхности покрытия, и выделенные, например, джемтиклером, тоже очень классно смотрится, давайте сейчас их соберем вот так вместе все, что у нас получилось, да, так, какие-то ноготочки будут напополам сделаны, да, какие-то просто будут однотонные зеленые вот так, с дизайном, какие-то можно вот так вот с лунками сделать, и вот как у нас получается, ну, понятно, что часть ногтей можно сделать пустыми, просто однотонными зелеными, либо, например, сделать полностью на весь ноготь паттерн из леопарда, сделать бежевый ноготь и отпечатать ему леопарда, в общем, вот так можно интересно прочитать зеленый дизайн, да, когда вы видите такой, казалось бы, сильно модный для вас оттенок зеленого, он тоже имеет место среди дизайнов, вот, поэтому имейте в виду, просто чтобы не ошибиться, это вы берете белый в пару, либо черный в пару, либо, вот как я сегодня, я не стала брать белый, я взяла такой светло-светло-бежевый оттенок, еще раз всем большое спасибо за внимание, всем пока-пока!